Асен-Жермен, курс алхимии, наука о самотрансформации, посвящается ученикам Востока и Запада, которые станут первыми алхимиками эпохи Водолея. Чудо-человек Европы «Будьте добры, скажите, — спросила графиня де Жерже, — был ли ваш отец в Венеции около 1710 года?» «Нет, мадам, — ответил граф довольно небрежно. — Я потерял отца за много лет до этого, но я сам жил в Венеции в конце прошлого, в начале нынешнего столетия и имел честь ухаживать за вами. «Простите, но это невозможно. Графу де Сен-Жермену, которого я знала в те дни, было по меньшей мере 45 лет. А вам, поскольку я могу судить по вашей внешности, столько же сейчас, — мадам, — ответил, улыбаясь граф, — я очень стар, но тогда вам должно быть около ста лет. В этом нет ничего невозможного, — сказал в ответ Сен-Жермен. «Он был чудо-человеком Европы. Это нам известно. Но был ли он исчернувшим третьим сыном принца Ференса Ракоци II, свергнутого венгерского правителя? Или он, как вознесенный владыка Сен-Жермен, материализовался во плоти, чтобы создать видимость происхождения из венгерского королевского дома? Его рождение, смерть и реальная личность окутаны тайной. Но одно совершенно определенно. Он был весьма заметной фигурой при королевских дворах и в то же время незаметен. Видели, как он исчез после того, как покинул покои короля и королевы Версали? Несомненно, искусство графа Сен-Жермена рождало восклицательные знаки в дневниках Вильмош XVIII века. В мемуарах мадам де Помпадур принца Карла Гессенского и мадам де Адемар о королевском дворе он упоминается как... Это что-то тут на французском. Здесь перевод с французского. Человек исключительный. Человек исключительный. Его описывают как человека хрупкого, но пропорционального телосложения, среднего роста, с приятными чертами, чарующий взгляд, которого пленял всякого, кто вглядывался в его глаза. На каждом пальце, а также и на пряжке туфель он носил бриллианты. Как интересно. Это нужно еще раз прочитать. На каждом пальце, а также на пряжках туфель он носил бриллианты. И даже после его знаменитой беседы с графиней де Жержи в 1767 году он не старел. Мадам де Адемар встретила его в 1789 году. Он был собственной персоной. И его лицо было таким же, как и в 1760 году. Хотя мое покрылось морщинами и носило следы увядания. В 1760 и в 1789 году он был таким же. 70-80. Через 29 лет он его встретил. Он был таким же. Это вот восьмая страница. Я читаю вам учения принесенных владык. Удивительный человек без возраста. Не было ничего, казалось, что было бы ему не под силу. Он вызывал восхищение, как великий философ, дипломат, ученый, целитель, художник и музыкант. Историю он знал настолько хорошо, что могло возникнуть впечатление, словно он сам принимал участие в событиях, о которых рассказывал. Мадам де Помпадур вспоминал, что иногда он рассказывал анекдоты о дворе Волуа, французский королевский дом с 1328 года по 1589 года. Или о правителях еще более далекого прошлого с такой точностью и скрупулезностью, соблюдая детали, что возникала иллюзия, будто он видел собственными глазами то, о чем повествовал. Его познания распространялись не только на историческое прошлое, но и касалось всего на свете. Он путешествовал по всему миру, писала Мадам де Помпадур. И король благосклонно слушал повествования о путешествиях по Азии и Африке и рассказы о дворах России, Турции и Австрии. Сен-Жермен говорил, по меньшей мере, на 12 языках настолько свободно, что где бы он ни был, его принимали за уроженцы той страны. В число этих языков входили французский, немецкий, английский, итальянский, испанский, португальский, русский и некоторые восточные. Ученые и знатоки восточных языков подтвердили познание графа де Сен-Жермена, писала некая графиня, одна из приближенных ко двору Людовика XV. Первые находили его более искушенным в языках Гомера и Вергилия. 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 И чем они сами? Со вторыми он говорил в санскрите, китайском, арабском. Так что они думали, будто он прожил долгие годы в Азии. Он был в Индии с генералом Клайвом в 1755 году, где, по его словам, научился выплавлять драгоценные камни. При дворе персидского шаха, где он находился с 1737 года по 1742 год, монсеньор де Сен-Жермен проявил свое умение в кристаллизации и совершенствовании драгоценных камней, особенно алмазов. Кристаллизации и совершенствовании драгоценных камней. Граф совершил путешествие и в Японию, по его собственному сообщению мадам де Адемар. Более не существует свидетельств о его путешествиях, но он мог совершенно непредсказуемо появляться то здесь, то там в Европе. И что бы этот чудо-человек не делал, всему была причина. Его чудесные способности далеко превосходили человеческую гениальность. Он был искушен в сцелительстве и использовании лечебных травм. Колоктом делал предположение, что именно использование Сен-Жерменом травм вкупе с привычкой простой пищи продлевает ему жизнь. Принц Кайл Герстинский писал, он досконально разбирался в травах и растениях и изобретал лекарства, которые постоянно применял и которые продлевали его жизнь и улучшали здоровье. Сен-Жермен дал мадам де Жержи эликсир, благодаря которому она, по свидетельству современников, в течение 25 лет выглядела 25-летней и жила столь долго, что ее прозвали «старая вечная графиня». В общем, читаю. С большим удовольствием книжку из моей библиотеки «Позитивное мышление и смежные науки». С вами я, Татьяна Салмановна Макту, Сайфуди.